Я за Уркан Золак. Последний убых в этом несовершенном мире. Даже совестно, что я так задержался в нем. День уже начинал клониться к закату, когда во главе с Хаджики Рантухом из дома вышли все члены Совета. Вы слушайте наши решения. Сегодня в полночь мы прекращаем войну с русскими. Они одолели нас, и пусть владеют нашей землей, но не нами. Великий султан, узнав о нашей беде, отвел нам лучшие земли в Турции и прислал корабли, на которых мы поплывем. Идет время, когда мы вернемся вместе с войсками султана. А сейчас мы должны уйти отсюда. Все вместе. Каждая округа во главе со своим предводителем. И они ушли. Теряющий родину теряет все. Это главный завет, урок и посыл исторического романа. Это мысль и фундамент моноспектакля. Главную и единственную роль в «Последнем из ушедших» роль Зауркана Золака играет Осман Абухба. За час и десять минут Осман проделывает путь от юноши до глубокого старца. Вот он еще надеется, что сможет попасть на один корабль со своей возлюбленной. А вот обнаруживает ее в гареме турецкого Паши. Я шел тихо, не дыша, как на охоте. Вскоре показались девушки. Сестер среди них я не увидел. Но мой взгляд упал на одну из девушек, одиноко следовавшую за ними. Исполнитель роли Зауркана говорит, что история этого моноспектакля в его жизни началась еще в университете. Когда студент Османа Абухба сдавал экзамен по художественному слову, его педагог выбрала именно отрывок из этого романа Баграта Шенкуба. Тот, где Зауркан встречается с Филдыш. Экзамен Осман сдал. А потом с этим же материалом выступил в карантинных чтениях Росдрама. И его видео вызвало бурную реакцию зрителей. Руководство решило, что вот если у зрителей такой интерес, то можно сделать спектакль. Можно сделать спектакль. И потом я узнал, что это, ну, я услышал, что будет спектакль, но потом узнал, что моноспектакль будет. Ну, мне еще не доводилось моноспектакль играть. Меня, конечно, как-то это немного так поразило, но когда я узнал, что будет ставить джамбул Джордане, мне сразу стало легче, так как я знаю, как он работает. Я бы сразу подумал, ну, все будет нормально, время у нас есть. И как бы мы начали, не спеша работать, ну, страха большого не было. К тому времени, чтобы принести в дом буханку хлеба, я ничем не брезговал. И даже когда полсотни хорошо вооружившихся мужчин вышли на охоту, я был в их числе. Молодые сходились в шайке апреков. Вопреки воле мы сделались грабителями. Христиан мы не трогали, но приезжих купцов и лавочников потрошили на славу. Режиссеру джамбула Джордане было в творческой задаче дано произведение и формат моноспектакля. Читавший не единожды исторический роман Шинкуба, джамбул взялся за него вновь. Говорит, читал медленно, понимал иначе, ощущал лучше. Когда ты понимаешь, что ничего не поменялось, и это все настолько больно до сих пор, и вообще вот там тема махажиста, она настолько в крови у нас оказывается, и она с возрастом только усиливается. Каждый, кто не возьмется, всегда будет разное прочтение, понятно. Я только за один момент зацепился. Я вскользь прошелся, знаете, как бы по диагонали читают, да, книгу. Что остается в сухом остатке, когда прочитываешь книгу? Эмоциональная составляющая и какой-то основной сюжет. Вот я постарался именно вот этот сюжет вычленить оттуда. Это была беда самого народа, преданного предводителями. И вот за эту тему я взялся, и потом она мне уже вывела, конечно, на то, что вы видели сегодня. Стыд, голод, болезни, насильственная ассимиляция, стирание национального кода и большой страх. В час с небольшим и в спектакль с одним актером умещаются эмоциональные качели, что катают зрителя от боли к боли. В этих широтах преимущественно боль и является общностью, основанием и памятью. Над трясиной стоял гнилой смрад. Трава и почва вокруг были словно посыпаны солью. Отталкивая друг друга, тяжело дыша, люди бросались на колени и примкнув к бурой, мертвой воде в захлеб пили ее. Вода была теплая, тягучая, в ней кишели какие-то плохи, личинки, комары, но мы пили ее с такой жадностью, с какой не утоляли жажды из чистых горных родников на родине. Напившись, мы все равно не отходили от болота. Потом бросились поднимать недошедших, среди которых уже было несколько мертвецов. Моноспектакль включает в себя голоса других героев романа. Некоторые из них в записи. От имени большинства говорит сам Усман, едва меняя интонации и настроение на лице. Иногда лишь глазами передавая характеры знакомых персонажей родом из романа Шинкуба. Зрителем пресс-показа стал и внук Баграта Шинкуба Ливан Микаа. По его словам, спектакль даже превзошел ожидания. Я ждал, ожидал успешности, потому что я знаю талант Джамбула, знаю, уже слышал о таланте молодого нашего актера, поэтому у меня, если честно, были хорошие ожидания. Но мои ожидания превзошли. Сам перевод, он обычно всегда страдает. То есть абхазский текст намного сильнее, намного образнее и так далее. И вот эта музыка, эти песни, этот танец, этот дух, все-таки, я думаю, передал, усилил. Потому что без усиления, наверное, было бы сложно передать. Это большой успех. Всем нашим собеседникам мы задали вопрос, который завис в зрительном зале и приходил хоть раз к каждому, кто читал роман. А может ли такое случиться на абхазской земле? А ассоциируем ли мы себя с героями романа? Сама суть спектакля говорит о том, что вот как страдает народ, когда у него вот такие вот предводители, главы. И это очень сильно огорчает, когда ты в нашей жизни сталкиваешься с этим. Сейчас я не хочу на кого-то что-то говорить, но есть моменты, те или иные, мое личное мнение, которое мне не нравится. Оно не везде, наверное, есть, но, к сожалению, меня это очень сильно волнует. И этот спектакль тоже об этом говорит. Я очень сильно переживаю, когда играю его, вот это вот говорю. Я на самом деле, я очень сильно этому себя переживаю. Потому что, ну, я считаю, что есть другие какие-то возможные решения, чтобы люди жили нормально, грубо говоря. Поэтому, да, это такой сложный материал, который присущий в нашей сегодняшней жизни. А мы постоянно находимся вот в этом состоянии. И я думаю, что бдительность терять нельзя. Ни в коем случае. И в первую очередь предводителям. Потому что потеряться, предать, чем выше, скажем так, ранг, тем опаснее для народа. Вот это, вот это мое убеждение. Это, ну, как бы, опять-таки, наверное, жизнью подсказано. Все это мы пережили. Историю убыхов мы пережили. Но, к сожалению, малочисленный народ всегда должен бороться. Он всегда должен бороться за свое выживание. То есть, он, это не, не, может быть, мы как бы расслабились. И один раз пережив, перед нами стоял вопрос, быть или не быть. Но мы сказали быть и выжили. И потом подумали, что это уже все. Моноспектакль, несмотря на небольшое пространство, умудряется благодаря точной сценографии. Переносить зрителей в море, по которому на кораблях уплывали убыхи, в лачуги, в которых они ютились, и пустыни, по которым они пытались вернуться домой. А-а-а, ну, поднимите головы! Не успели умереть, а уже хороните себя! Даже свеча перед тем, как потухнуть, вспыхивает сильнее! Раздался голос самого старого из нас, Татластана. В пляс! В пляс! А-а-а-а-а-а-а! Ну! Вот! Все вместе! Давайте! Ну же! Вместе! А-а-а-а! 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 Вот так! С пыхнем имиркой и смертью! Потому что земля эта оглохла, и не слышит стонов наших детей! Она ослепла! И не видит, как мы гибнем! Танцуйте! Танцуйте, чтобы топок наших вновь племел над нею! Пусть знает, что мы живы! И не сдадимся ей без боя! Ай! И свершилось чудо! Люди, лежавшие на песке без проблесковоли, подхватили песню Татластан. В 1864 году, поддавшись уговорам собственных правителей и служителей ислама и поверив обещанию султаната Турции, убыхи, погрузившись на турецкие корабли, покинули родные земли. Сделали это сами. И, возможно, именно в этом весь ужас, рассказанный нам историей. Трагедия, которую люди вершат своей наивностью и верой в тех, кто над ними, всегда страшнее войны и борьбы. Общий враг извне лучше одного внутри.